Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусные Истории. Я продолжаю рейтинг кебабов по городу. Вот такенный полуметровый кебабчик я нашел. Заведение называется Бористо Food and Drinks. Находится на улице Пушкина, справа от заправки Лукойл. И очень неожиданно было найти в таком месте что-то необычное. Кебабу мне дали 4 салфетки. Вот так вот он на выдаче выглядит. Огромнейший кебаб. Выглядит просто супер. Поэтому за внешний вид и упаковку я ставлю девяточку. Правда лаваш здесь, который я не люблю, поэтому восьмерка. Стоит этот кебаб 55 лев, должен быть полметра в длину. Мы сейчас это проверим. И должен весить 580 грамм. Весит он, как мы видим, 657 грамм. Проверяю длину. Здесь, как мы видим, нету 50, а 44 сантиметра. И, кстати, вот опять же этот лаваш, который я не люблю, вот я его нес. Я понимаю, что он большой, но тем не менее, вот здесь в серединке уже все развалилось. Нарежу на 4 части, посмотрим, что внутри. По начинке я вижу сразу много картошки, маринованные или соленые огурцы. На всех 4 срезах есть мясо, довольно приличное количество. Белый соус с паприкой, белокочанная капуста и один кусочек помидорки я вижу. Учитывая количество соуса, это должно быть сочно. Если почитать цену за вес конкретно этого кебаба, получается 83 лея за килограмм. И по соотношению цена-вес, это твердая восьмерка. Ну что ж, пробую почти полметровый кебаб. Рассказываю по порядку свои вкусовые ощущения. Первое, очень плотный лаваш. Этот, ну, уже про него 150 раз говорил. Это очень сочный кебаб, по сочности все хорошо. Но, единственная специя везде, и в мясе, и в картошке, и в соусе, единственная специя это соль. Больше никаких специй здесь нет. Ни остроты, ни перца. Вот даже видно в соусе паприка, вот тут точечки красной паприки, но она не чувствуется совершенно. Даже ни вкуса, ни аромата нет. Для общего баланса этого количества мяса вполне достаточно. Но оно жестковатое. Честно говоря, даже обидно. Это сочный, достаточно мясной, неплохой кебаб. Но им надо добавить пикантности, яркости, вкусов. Тогда вообще идеально будет. Пробую вторую четверть, может что-то добавлю. Что могу добавить? Первая часть, которую я взял, это был самый низ. Туда, естественно, стек весь соус, поэтому было очень сочно. Вот эта часть, это самая верхняя часть, верхушка. Здесь суховато, здесь практически нет соуса. И обратите внимание, какое количество картошки. То есть картошки здесь почти половина начинки. О, смотрите, здесь даже есть свежий огурец. Нет? Да, свежий огурчик. А вот эти маринованные огурцы, они маринованные, не соленые. И такое впечатление, как будто они сами их маринуют. Потому что такого вкуса нет ни в одних маринадах покупных. По вкусу я ставлю семерку. Неплохой по наполнению кебаб. Чуть больше картошки, чем хотелось бы. И совершенно нет никаких специй. Чувствуется только соль. По соусу ставлю шестерочку. Соус есть, но он стекает весь вниз. И сначала вы едите без соуса, потом вы едите с соусом. По количеству все нормально. По вкусу соус мне не понравился. По фишкам и необычностям я ставлю семерочку. За его размеры. Это как бы фишка интересная. Но только впечатление. Когда тебе выдают из окна вот такенный кебаб, смотрится круто. В остальном только одни неудобства. Взял бы этот кебаб еще раз или нет? Скорее всего нет. Потому что мне не нравится этот лаваш. Из-за этого, только из-за этого я уже не беру такой кебаб. Хотя практика показала, что этот лаваш, когда он только-только вот прогретый на гриле, он отлично хрустит. Он хороший. А вот если его уже там на доставку или если вот как я от заведения там 10-20-30 минут несу этот кебаб, то все, он промокает. И в общем уже не то. Вот такое количество баллов набирает этот кебаб. Интересно. Неплохое исполнение. Мяса приличное количество. Но по специям совершенно пустой он. Ну и слишком много картошки. Вот такой вот обзорчик, друзья. Лайк, подписка, комментарий обязательно. Пока-пока. Не болеем. Гуляем. Пока еще погода хорошая. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok